Дорогие друзья, продолжаем тему склеропластики? Продолжаем. Альтернатив очень много. А вот вашему вниманию я предлагаю аккомодотренер оптический, который мы применяем многие десятилетия. Это непосредственно для лечения близорукости в домашних условиях. Метод Недемского, метод Аветисова-МАЦ, метод научно-исследовательского института имени Гельмгольца. Только работает он у нас многие десятилетия, но практически нигде он не работает. Метод, да, он применяется в кабинетах охраны зрения. Но с таким трудом, поскольку не хватает времени у врача пролечить большое количество людей, пропускная способность таких кабинетов ничтожна. И мы показали в своем проекте, и на сайте вы увидите, что только благодаря возможности повсеместного внедрения аккомодотренеров мы этими методиками заходим в ваш дом, и происходит лечение ежедневное. Три цикла по 6 минут, это 18 минут. Человек одевает аккомодотренер, продолжает читать и писать, и через минуту переключает оптику. Сложно, нет? Почему не работает это по всей стране? Мы сделали первый аккомодотренер, и я его представил Эдуард Сергеевичу Аветисову. Представил и Клавдия Ронни Мац, представил Розенблюму. Они с огромным удовольствием, я подарил им это. Но технически никто не решил в стране. Первые решили мы. На всей территории СНГ мы решили эту проблему. Вопрос, почему это не внедряется до сих пор по всей территории наших стран, на всей территории, но не внедряется? Вот это есть альтернатива. Каждый день грузит школа, мобильник, все гаджеты, телевизор. И каждый день надо тренировать вот таким образом, тренировать аккомодацию. Здесь оптика переключается. Метод самый эффективный из всех методов. Лечение близорукости, спазма аккомодации на местах. Не надо не приходить ни в какие кабинеты охраны зрения, терять время в этих маршрутках, в троллейбусе, в очереди. Все дома спокойно делать. Более того, здесь мы создали паспорт. В этом паспорте четко написано информация для врача. А дальше информация для пациента. Информация для врача. Доктора, учитесь. Пациенты, применяйте. Благодарю за внимание. Продолжение следует...